В 13-й раз собираются ребятишки из начальных классов на ставшую уже традиционной встречу в детское время. Сегодня о себе и о своем творчестве рассказывала учащаяся седьмого класса Ведовской гимназии Ира Цимбалова, которая не только пишет стихи и прозу, но увлеченно занимается и живописью. Мой любимый поэт Александр Сергеевич Пушкин, одна из моих последних работ, это иллюстрация к сказке «Сказка о мертвой церевне и семи богатырях». Так как я родилась весной, в марте месяце, я решила нарисовать цветы, символ счастья. Ира рассказывала ребятам о том, что стихи она пишет с пяти лет. В первом классе у нее состоялся литературный дебют. Затем были занятия в творческой студии «Слово», первые успехи и участие во многих поэтических конкурсах, в которых она занимала призовые места в различных номинациях. Четвероклашкам была предоставлена возможность почитать со сцены произведения юного автора. Первый сектор – ура! Нам зима приходит, рада детвора. Не надо вспоминать обид, когда погиб улучшим другом, когда вокруг глядясь и скульясь. Не надо вспоминать обид. Ко многим своим стихам юная поэтесса нарисовала иллюстрации. Как, к примеру, лиса, который украл гуся, за что его здорово потрепала собака. Ребятам слушать эти рассказы и стихи было вдвойне интереснее. Они с душой написаны. И в них очень много такой радости. Когда их читаешь, радуешься. Проект «Детское время» существует с 2014 года. Многих ребят он побудил к написанию рифмы – главного чуда стиха. Вот я сочинила одно стихотворение сама, и я его сочинила. Я сначала читала много других стихотворений, какие-то подбирала из них, какие-то слова брала на заметку, рифмовала. Что-то у меня получалось. Рано утром на опушке веселились две лягушки. Ква-ква-ква, да ква-ква-ква. Ура, ура, уже весна. Создатель, организатор и ведущий «Детского времени» и сотрудник историко-культурного центра Наталья Замарина. Ее твердое убеждение, что только через творчество, литературу маленький человек может осознать себя творцом. Мне отрадно в «Детском времени». Я поняла, что помимо того, что «Детское время» дает возможность детям творящим высказаться, поговорить со своими ровесниками, услышать отклик на свое творчество. Ребятишки, посещающие эти творческие встречи, вольно или невольно заряжаются энергией стихосложения, создают свои произведения. Так, не будем называть имя юного поэта, пусть останется это тайной, следующим героем мероприятия станет один из слушателей «Детского времени». Людмила Медведева, Владимир Рубежунов, Елена Кошлева, Видное ТВ.